Всем привет дорогие друзья, с вами на нём я Калидагина Фулл, и сегодня будем играть в такую прекраснейшую видео игру, как Streets of Rage на эмуляторе Gens Genesis, это собственно эмулятор Sega, и как мне рассказал мой друг, в него играли вечерами, то есть в эту игру играли вечерами, а я знаю её только второй день, поэтому уже успев её оценить, я могу сказать, что она действительно интересная, завораживающая, несмотря на её графику и дату создания. Также на этом эмуляторе можно играть в сетевую игру, я обязательно скину ссылку в описании, и если вы вдруг захотите поиграть с друзьями и всё-таки вспомнить старое, обязательно вспоминайте, если захотите. Также тут можно проходить, просто чисто и исключительно проходить игру, вдвоём или одному, как бы без разницы, и в опциях можно поставить, сколько у тебя будет жизни на протяжении всей игры, максимально можно поставить 5, но у меня будет стоять по умолчанию 3. Левел будет, пусть, хард, просто самый большой уровень, хоть я и жёст, глупый рак в данной видеоигре, только потому что я даже не знаю практически ни единого комбо, я попытаюсь сразу умереть или попробую пройти игру. Мой друг ищет лёгкий путь, сразу вставить всё на лёгкий уровень, только потому что считаю, что если я играю в это первый раз, то сразу же буду сливаться. Нет, друзья, это не так, я справлялся с огромными преградами в других видеоиграх, поэтому не считайте то, что я нажимаю один плеер, хотя вдвоём проходить гораздо интереснее. Из всех этих персонажей, имеющихся, дающихся в этой игре, мне понравился скейтер, только потому что, ну какой человек осмелится дать по морде кому-нибудь своими роликами, ну представляете, что с вашим лицом будет после этого, она станет лицом, а мордой или физиономией, мне-то как-то всё равно, и давайте начинаем, тут все персонажи еле-еле передвигаются, тут есть очень много, очень большое количество интересных комбо, которые у меня, к сожалению, воспользоваться и употребить их поединки не смогу, только потому что, я это не знаю, так, также можно нажать старт за второго плеера, чтобы он появился и начал и принял участие в этой игре, но к сожалению, мы этого делать не будем, потому что сейчас мой друг не онлайн, кстати, те люди, которые играли в ВВЛФ Смагдан 2 НОВЕРО, пожалуйста, напишите мне, либо в комментариях, либо в личное сообщение, потому что мой друг, вот этот, который предоставил мне данную видеоигру, также создаёт для неё мода, вот и, простирая простору Рунета, и, вот, то есть, в поисках мода ЧНА на ВВЛФ Смагдан 2 НОВЕРО, мне их скинул этот друг, и хорошо то, что я встретил, потому что он не только это делал, он делал и мод легенд рестлинга, и тому подобное, и сейчас делал мод подобный с 1990 года в 2013, то есть, там более 200 рестлеров, этого очень много, там есть и Дэмин Сэндов, и Дин Эмброуз, и Сэд Роллинз, и Роман Рейнс, и все современные рестлеры, которые сейчас, в данный момент, зарабатывают на этом деньги, на этом развлекательном спорте. Итак, сейчас пока что мы сражаемся с этими еле передвигающимися персонажами, мне, кстати, очень импонирует эта игра, во-первых, можно уворачиваться, хоть все вылезают не так неожиданно, как хотелось бы, и все стоят на сложном уровне, и я пока что вырываюсь, и у меня получается пройти игру, но единственное, что я не понимаю в этой игре, когда я ударяю каких-либо персонажей, у меня все равно одним, просто чисто понемножку отнимается жизнь, хотя никто не наносит мне урон в данной битве, я, честно говоря, не пойму, почему так происходит, но да ладно. Так, ну да, вот один удар, и все, я очевидно распроявляюсь, так же, когда вы умрете, потеряете все жизни, вы так же, опять же, можете возродиться, и ничего вам особо такого принципа примечательного с вами не произойдет. Так, одни и те же люди, просто вот чисто одни и те же люди, кстати, это же восьмой игра, даже, да, примерно восьмой уже приблизительно выпуск 2D-шоу, и в следующем выпуске я запишу, опять же, летсплей на эту видеоигру, и, знаете, ну, будем, то есть будем играть в сетевую уже, в сетевую, я вам покажу, что это такое, из-за того, что мой друг грузинец, и... то он ему не сможет это комментировать, во-первых, у него не имеется присутствующий микрофон, но он разговаривает на русском, то есть он, он не знает, что такое русский язык, но все же, друзья, если вы не поверите, скажите, что облом, динамо, нет, это не так, я тоже пыталась проверить, я ему не верила до конца, но он доказал мне все-таки это, я просто недоверчивый, наивный 12-летний мальчик, поэтому все-таки поверив ему, я играю с ним уже на протяжении дателем времени. Так, отлично, проходим, проходим дальше, игра просто шикарная, тем более под такую веселую музыку, опа-опа-опа, смотрите, смотрите, я, блин, а, вот, все, я просто ранее не умел поднимать предметы, я вчера просто не знал, не ломал себе бошку, вот сейчас понял, то есть настроен на Д, но я себе сам ставил управление, посмотрел, у кого как, так, он, ух ты, е-мое, Дон Корлеоне, ничего себе, вот это уже мафия пошла, это уже как-то неожиданно, честно говоря, а, ой, я выбираюсь теперь скейтер, так, отлично, мне нравится, как-то спрыгнул, сразу все повалились, маклео, ну ничего себе, тут еще и мафия, опасно, друзья мои, вы, кстати, на первом уровне у всех персонажей, данные, ну, на протяжении всей игре, у персонажей не так много, не такое большое количество жизней, но со временем она будет увеличиваться и увеличиться, и посмотрите, вот у этих мафий, у этой мафии, если пристально поглядеть, гораздо больше жизни, чем у обычных персонажей, которые встречаются нам в основном, так, ну, вон, ну, вон, я сказал, когда одними и тежими ударами просто долблю их, я потому что реально не разбираюсь, ну, простите, я реально не знаю, так, вот если мы разобьем вот эти матросские спасательные круги, там будут попадать оружки, вот сейчас, ну, нифига себе, вот это жердя, я серьезно, я в шоке, как можно вообще такие текстурки создавать, они еще так смеются, как наркоманы, мы укуренные, просто в шоке, друзья мои, что это такое, они еще и огнем палят, мы вчера с другом проходили этот уровень, но я как-то, в принципе, не давал этому особого значения, тем более, они встают только со второго раза, да что ты делаешь, еще ржет, самое главное, стоит, вот поганый, школьник, вон, то иди вон, в бок, я сказал, я тебе приказываю, понял, давай, да охренеть можно просто, чуваки, что это такое, я в шоке, блин, как так, отстаньте, они меня забивают своей толпой, я, видимо, настолько рак, что я даже не могу ничего с этим сделать, так, 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 не знаю, почему вообще часть людей пишет в комментариях, что мой видеоконтент просто говнище, хотя они сами ничего не снимают, мне даже раздражает, почему людей так бомбит, даже когда у меня видеоблог свой собственный был, ожидание и реальность, почему-то у людей бомбило, у меня стоит 3 лайки и 8 дизлайков, и это меня, конечно же, не очень раздражает, да даже веселит, потому что, во-первых, я собираю очень большое количество просмотров на этом, и столько грибу популярность, но также появились еще и защитники, что-то за травля такая, если не нравится, не смотри, каждый человек может выразить свое мнение по поводу плохой рекламы и тому подобное, ух ты, е-мое, от мотоциклисов надо просто уворачиваться так на будущее, кстати, еще не думаю, я не пойму, почему так происходит в игре, когда я просто чисто ударяю какого-то персонажа, и у меня понемножечку отнимается жизнь, хотя мне никто урон не наносит, так, оп, 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 посмотрите, текстурка китайца, привезла текстурки каких-то опасных чувачков, мугуанов, ты, е-мое, ну так неудобно, это неинтересно, кстати, вот этих мугуанов мы встречали, вот этого китайца, то есть мы встречали на протяжении, играет только два раза, мы проходили этот умень, но я не все, не все вспомнил, то есть не все запомнил, да, опасно, ребята, опасно, ух ты, е-мое, ну, блин, еще так неожиданно, вот сейчас они реально неожиданно выпрыгивают, он, короче, просто берет, привозит и уезжает, нормально, их, наверное, там вообще целая куча, они мне отсюда выбраться не дадут, да сюда, еще за фигня такая, у меня не получается его нормально схватить, ага, в текстурке застрял, эй, блин, тебе из-за какой-то, ну, ка сочетания клавиш надо какой-то зажать, чтобы интересно было, давай, давай, ну, давай, зажми что-нибудь, не получается, не получается ничего, ребята, больше особенно примечательного в этой игре я не замечаю, но, что же, пройдем первый уровень до конца, вот эти вообще чубрики, конечно, просто жесть, я в шоке с этих людей, как такие можно быть, так еще передвигаются, еще медленнее, чем все персонажи, блин, присутствующие в этой игре, что происходит, как они это делают, зачем, что у них так мало жизни, что одного удара хватит, просто чисто, одного удара, ну, по-разному, у каждого, почему-то, вообще в разное количество жизней, так, я не знаю, почему мне пишут еще в комментариях, что я накручиваю себе подписчиков, через какой-то сайт, ребята, я просто не знаю, о каком вы сайте говорите, если вы хотите, да мне просто-напросто докопаться, это уже не мои проблемы, кстати, я сейчас умею, в топ-10 полуэрис, ну, нихрена себе, так, докопаться, это уже не мои проблемы, я не пользуюсь, такими сайтами, зачем мне это нужно, если вы не добились, столько подписчиков, сколько у меня, то не нужно мне предъявлять, какие-то претензии, фроллсплей, у которого было 400 подписчиков, а у меня 25, начал его делать, то, что я слишком быстро поднял рейтинг, чувак, я звал людей, я звал людей, и срал в комментариях, меня перебанили, буквально во всех пабликах, в общем, ладно, с вами был Данек, один-один, фу, и всем пока, мы играли тут в стрит, в стритс о брейдж 3, на эмуляторе генс, дженнисис, опять же, скину ссылку на игру, и на эмулятор, также, всем пока,